Еще в апреле нынешнего года в этом здании на Петровском проезде кипела финансовая жизнь. Выдавались пенсии и пособия, принимались вклады и оплачивались коммунальные услуги. Теперь лишь небольшая табличка указывает на то, что здесь располагалось отделение Сбербанка России. Петровский проезд, конечно, не Уолл-стрит, но закрытие организации вызвало настоящий денежный коллапс местного масштаба. По большей части среди жителей Расторгуева преклонного возраста. Мы вот пенсионеры, перемучились, на перекладных на видные ездим. Там штук пять или шесть Сбербанков, а нас единственные, а все Расторгуево, везде они закрыли. И бабули к нашим жалко-коллекторам на костылях туда ездят. Всегда рядом этот рекламный слоган Сбербанка в случае с жителями Расторгуева оказался действительно не более чем рекламой. Администрация района пыталась повлиять на ситуацию, но увы. Открытое акционерное общество Сбербанк является коммерческой организацией, и как-либо регламентировать ее деятельность чиновники не имеют права. Переговоры с руководством финансовой структуры проводились, но они не дали никаких результатов. Закрытие Сбербанка, дополнительного офиса Сбербанка на Петровском проезде, это один из мероприятий Сбербанка, которое проводится по всей территории Российской Федерации. Мероприятие, связанное со снижением издержек данной организации, которое закрывает неликвидные офисы, поскольку мероприятие проводится на территории всей страны, но и исключением не стал Ленинский район. То, что дополнительный офис на Петровском проезде был неликвидным, удивило жителей Расторгуева. Во время съемок сюжета они организовали небольшой стихийный митинг. Каждый хотел поделиться наболевшим. Федяково у нас, новый район наш, мы наши, и мы должны, мне вот банк нужен что-то, я должна куда-то ехать. Почему закрыли банк? Действительно, это отделение обслуживало не только Расторгуева, но и микрорайоны, расположенные вокруг. Как говорится, отбоя от клиентов не было. Зато уровень сервиса, по словам местных жителей, оставлял желать лучшего. Может быть, именно это и повлияло на рентабельность? Работали трое. Нормально было. Потом двое. Потом одна осталась. Народу все время очередь стояла. Руководство ведущего банка страны не раз заявляло, что делает ставку на инновации и стремится сделать большинство банковских операций безналичными. Но большинство мелких торговых предприятий Видного, да и всей России, не принимают к оплате банковские карты. Платежи через интернет для стариков, в силу возраста привыкших все делать по старинке, и вовсе являются чем-то фантастическим. У меня, например, интернета нет. У бабулек пожилых тоже интернета нет. Вот как пользоваться? Вот я недавно бабулю провожала, ей уже к 80 годам, на ту сторону, чтобы она за 5 месяцев сняла пенсию. Редакция «Видное ТВ» сделала официальный запрос в пресс-службу Сбербанка и получила ответ, который мы оставляем без комментариев. Банкам принято решение закрытия дополнительного офиса, расположенного по адресу город Видное-2, Петровский проезд, дом 24, по причине невозможности приведения помещения в соответствие требованиям, предъявляемым Банком России к подразделениям кредитных организаций. На случай, если переговоры со Сбербанком в ближайшее время так ни к чему и не приведут, разрабатывается запасной вариант. Помещение, которое использовалось под Сбербанк, у нас остается. Остается в муниципальной собственности. Соответственно, сейчас параллельно мы проговариваем с рядом банков по вопросу размещения их дополнительных офисов в данном здании. Если жителям повезет, и в этом здании все же откроется банк, хотелось бы надеяться, что в его офисе не будут брать дополнительную комиссию за съем денег с карточек Сбербанка. А все остальные услуги – оплата коммуналки, штрафов или телефонной связи – сейчас доступны практически во всех финансовых учреждениях. Максим Козлов, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.